Как Вы могли бы прокомментировать экономические аспекты того выступления, которое было сделано от имени советского руководства нового? Мы проанализировали эту ситуацию, в смысле и само заявление, и предлагаемую программу, которую изложено вот в этих во всех декретах и заявлениях. Анализировали ее всем коллективом, центром, в котором мы теперь работаем. И вот что мы постановили, я могу это прямо зачитать. Мы считаем своим долгом заявить, что меры, которые члены ГКЧП предполагают предпринять в экономике, являются в основе своей бессмысленными и дилетантскими, и потому, как и ранее, неотвратимо будут вести к разрастанию кризису, к финансовой и экономической катастрофе, окончательному обнищанию людей. Мы за союз, за единое экономическое пространство, за экономический договор, но считали и считаем, что достижение всех этих непременных атрибутов рыночной экономики возможно лишь на основе заинтересованности и добровольности. Вот почему мы упорно предлагали экономические программы взамен чрезвычайного положения. Теперь ясно, кто и ради чего торпедировал эти программы. Заявленная ГКЧП программа действий не только утопична в политической части, не только смехотворна в экономической сфере, но и вредна. Главный ее вред в том, что философия чрезвычайников в недопущении подписания союзного договора. И на этой почве прямое столкновение с руководством девяти республик, а также насилие по отношению еще к шести республикам, приведет к крайне тяжелым последствиям. Разговоры, призывы и заклинания относительно дисциплины и порядка, а также никчемные подачки в виде снижения каких-то цен и повышения кому-то заработной платы, смешные поручения правительству в недельный срок разобраться с продовольствием, ни одна из серьезных, действительно важных экономических проблем даже не заявлена к решению. Следовательно, ничего кроме усиления смуты, противостояния, конфронтации, экономической разрухи это не принесет. Ответственность за тяжелейшую работу по выходу из той политической, экономической, международной, межреспубликанской, межнациональной ситуации, в которую мы попали в результате переворота 19 августа, придется брать уже полностью на себя демократическим силам страны.